Среди городских проектов были как традиционные, уже полюбившиеся жителям столицы, так и новые, в основном ориентированные на детей. Ирина Ромадова о настроении праздника. Традиционно день города в Чебоксарах начался с зарядки. Вся Красная площадь повторяла движение за Олимпиадой Ивановой, Алексеем Соловьевым, а также игроками баскетбольной и футбольной дружин. Вместе с рядовыми чебоксарцами утреннюю разминку делали и высокие гости. Продолжился праздник еще одной доброй традицией. Фестиваль у семейного творчества «Аистенок» исполнилось 10 лет. Коляски самых разных форм привезли на парад 130 семей. Все сами сшивали, все сами как-то думали над этим, как все это сделать правильно. Ну и сами сшили кукру, форму сшивали. Наш образ русская красавица, русская прекрасная наша березка, которая оделась в белый сарафан, фенец. Это самое дорогое, что начало жизни. Вы думали, папа моряк? Нет, папа не моряк. Ну, душа моряк. Ну, море люблю. Этот фестиваль его участники назвали самым семейным, дружным и креативным. Создатели арт-объектов соревновались в 8 номинациях. Национальный колорит, коляска для куклы, маленький патриот, эко-коляска и другие. Большинству семей приглянулась номинация «Сказка-коляска». После долгого совещания жюри все-таки выбрало победителей, но без подарка не осталась ни одна семья. На набережной залива в этот раз развернулся новый проект. В детских садах Чебоксар создали в миниатюре здание главных улиц города. Из чего строить не знали, как строить не знали. Идей было очень много. И вот мы наконец-то построили наш объект, в котором используются разные материалы. Кто что принес из дома, что-то купили, что-то нашли в саду. И вот что получилось, представляем теперь нашим детям. Праздник не праздник, если это не праздник детства, детей. А когда вот такие площадки раскрывают потенциал детей, это очень здорово. Среди самых узнаваемых зданий – сельскохозяйственная академия, гостиница Чувашия, прокуратура, республики. И, конечно, в мини-городе никуда без магазинов, кафе, аптек и парикмахерских. Как говорят работники детских садов, каждый ребенок любит делать домики из картона и других подручных материалов. И здесь настоящий простор для творчества. Мы были в парикмахерской, мне очень все это понравилось, все интересно. А что ты делала в парикмахерской? Кому тут постригла? Нет, я просто смотрела, как там все сделали, и как люди постарались и сделали такой красивый дом. Такой замечательный, теплый праздник. Мы приехали из Петербурга в восторге. Я рисовала электропроводку. Зачем? Чтобы в этом доме было электричество. Откуда ты знаешь про электропроводку? Я будущий электрик. Когда ты это решила, почему? Я? Я очень люблю всякие электропривобы и микросхемы. Как у нас на проспекте Ленина оказался завод мыльных пузырей? Конечно же, у нас на проспекте Ленина нет такого завода, но мы надеемся, что все-таки такой завод появится в нашем городе. Все-таки мы смотрим в будущее. И для детей было бы очень интересно. Город детства оказался настолько интересен юным чебоксарцам, что никому не хотелось расходиться. Возможно, этот проект теперь тоже станет традиционным. Ирина Ромадова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.